Футбольный клуб «Луч Энергия» потерпел поражение от одного из лидеров чемпионата. В Подмосковье приморцы проиграли местным химкам. Несмотря на заметную разницу в турнирном положении, команды играли на равных. Однако счет в матче открыли все-таки хозяева. Опасный штрафной сумел практически идеально реализовать батов, отправив мяч в девятку. 1-0. Тигры же не падали духом и атаковали в ответ. Правда, большинство ударов летело мимо ворот. После перерыва удача вновь была на стороне подмосковного клуба. Петрусев и Кузьмичев вдвоем смогли обыграть всю защиту приморцев и закатить второй мяч в свою пользу. При счете 2-0 игра завершилась. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас больше и лучше реализация была. И больше подходов к воротам было. Поагрессивнее, более играли. Ну и чуть-чуть понадежнее, конечно, в оборонке. Хотелось бы сыграть сегодня и вообще в дальнейшем. Так что, ну, есть над чем работать. Теперь луч энергии отправится в Астрахань, где 26 июля сыграет против местного Волгаря. Тремя медалями и мировым рекордом отличился приморский пловец Иван Аботин на летних сурдолимпийских играх. Главные соревнования для людей с нарушением слуха в этот раз проходят в Турции, в городе Самсун. На старт по всем видам спорта вышло порядка 4 тысяч спортсменов из 109 стран мира. В составе российской делегации честь Приморья защищает многократный чемпион мира Виталий Аботин. Уже в первый день соревнований в составе смешанной эстафеты ему удалось завоевать не только золото, но и установить рекорд мира на дистанции 4 по 100 метров вольным стилем. Его время составило 3 минуты 42 секунды. На следующий день приморец смог завоевать уже две медали. Награду высшей пробы Аботин взял в эстафетном плавании 4 по 200 метров вольным стилем. А серебро досталось Виталию на 400 метровке комплексным плаванием. Благодаря успехам нашего спортсмена пловцы российской команды сейчас уверенно лидируют в неофициальном медальном зачете. Сами же Сурдолимпийские игры продлятся до 30 июля. Во Владивостоке стартуют спортивные игры стран АТР. Ставшее уже традиционным мероприятие вновь соберет на площадке Всероссийского детского центра «Океан» молодежные команды из России, Китая, Кореи, Вьетнама и других стран. В течение недели школьники в возрасте 14-17 лет будут соперничать в самых различных видах спорта. Юноши и девушки сойдутся в баскетболе, мини-футболе, бадминтоне, дзюдо, плавании, настольном теннисе и шахматах. Стоит отметить, что команды проходят большую подготовку к этим играм, проводят целые спортивные смены в детских лагерях. Однако сами соревнования будут носить исключительно товарищеский характер. Помимо спортивной составляющей, организаторы подготовили для участников игр насыщенную культурно-экскурсионную программу. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.